Друзья, всех приветствую и с наступающим Новым Годом! Сегодня мы будем поднимать ноду прямо на Android. Нода называется Gaga, то есть утка. Пошагово расскажу, как это сделать и в будущем получим отличные реварды. Смотри это видео до конца и ставь ему лайк. Погнали! Ну и пару слов о проекте, что такое Meza Network. Это определенная сеть, которая стремится создать эффективный рынок пропускной способности на Web3.0. Используя модель протокола блокчейн, в будущем Meza пытается создать в крупнейшем мире рынок пропускной способности. И именно их ноду Gaga мы поднимаем, чтобы получить дальнейшие награды. Что для этого нужно? Сегодня я расскажу именно на Android, но там еще есть варианты как на Linux, так на Mac, на Windows и так далее. Сегодня только на Android. Первое, что нам нужно сделать, это пройти регистрацию. Ссылочка сразу же будет в описании. Переходите по ссылке, попадаете в данное окошечко. Ничего сложного. Мы уже проходили минима. Кстати, не забывайте, кто поднимает ноду минима, обязательно, просто обязательно. 31 декабря весь день, вплоть до нового года, до часу, наверное, ночи. Держите ноду включенной, чтобы не пропустить свои награды. Переходим дальше. Gaga Note. Регистрация максимально простая. Вводим email, придумываем пароль. Копчая это в виде примера, решаем пример. Также подтверждаем email верификацию, то есть нажимаем вот сюда, вот send, приходит код, сюда вводите. Invasion код у вас уже есть мой. Если хотите меня поддержать, ничего здесь не убирайте. Если не хотите, принципиальные, можете просто убрать и все. И нажимайте кнопку регистрации. И далее мы попадаем в свой личный кабинет. О проекте чуть дальше от экономики я расскажу в конце видео. Сейчас именно как поднимать ноду. Первая вкладочка, наш аккаунт, это почта в принципе, также можем поменять пароль. Тут же у нас вкладочка Invasion Link, то есть мы можем приглашать друзей, 20% с их майнинга тоже получат. Не с их, а просто как дополнительный. Это код, это Invasion Link. И также есть у нас контакты, то есть это Telegram, там 130 тысяч или 120, не помню. И Discord. Я подписался на Discord, чтобы не пропустить все важные обновления. Чтобы вам не пропустить, смотрите за моим Telegram каналом и также YouTube. После этого есть туториал. Здесь мы можем посмотреть, как все работает. Видео на английском, но достаточно интуитивно все понятно. Вторая вкладочка у нас Install Entran. То есть мы здесь поднимаем ноду. Вот в принципе наш токен. Это наш, можно сказать, контракт токена. Сейчас идет TestNet, то есть TestNetовые токены. Мы поднимаем. И они еще не залистились. TestNet сеть, потом Minet сеть будет. И соответственно, вот на Windows, на Linux и так далее. В самом конце мы видим Android. Что мы делаем? Либо мы с телефона копируем QR-код, либо просто вот здесь вот копируем. Нажимаем кнопку копировать. Если я, например, с компьютера вставлю эту ссылочку, сразу вот снизу снизу скачается Gaganoad, то есть APK файл. Вы именно на телефоне либо копируете, либо вставляете ссылку. У вас скачивается. И вам нужно сделать дальше два действия. И первое, что вам нужно сделать, это убрать все ограничения, оптимизации батареи и так далее. И второе, это убрать, чтобы был автозапуск. Потому что дальше я расскажу, чем больше онлайн, тем быстрее вы собираете токены. Как я это понял. Также можете вот здесь вот прочекать документацию, почитать. Ну, в принципе, я вам все расскажу. Как только эти два действия сделали, заходите в само приложение, у вас появится вот данное окошко. И там вам нужно будет ввести вот эту фразу. Вы ее отсюда копируете и вставляете туда. После этого нажимаете старт. У вас появляется success, то есть успех. И тем самым у вас подключается узел. После этого, как вы подключили свой узел, вы можете проверить награды. Там нажать, глянуть награды, либо зайти вот на сайт с компьютера. И третья вкладочка у нас reward. Это награды. Здесь показано, сколько за сегодня. Вот я сегодня начал поднимать эту ноду 29 декабря 2022 года. И тут показано, что у меня 220 тестовых токенов уже нет. К какому проценту будут относиться настоящие токены, процентные соотношения, посмотрим дальше, поговорим. Тут также показана ваша пропускная способность, сколько вы можете майнить. И, соответственно, реферальные реверды тоже можете глянуть, сколько тут будет. Четвертая вкладочка, точнее пятая, это баланс. Это уже настоящий баланс ваших токенов. Соответственно, их можно будет выводить, то есть выводить на другой кошелек. Помимо этого, можно будет токены на Gaganoat платформе поменять. То есть на доллары, на стейблкоине, если кто-то у вас захочет купить, типа P2P торговли. И также можно будет их обменять уже на настоящие токены после запуска основной сети. Дальше у нас вкладочка ноды. Если вы все правильно подключили, как я сказал, у вас появится данная статистика, то есть информация. Это ваш IP адрес, это ваша локализация, тип, какая версия и онлайн вы или нет. Также можно нажать информацию о ноде. Тут ваше устройство. Ну, в общем, самая доступная инфа, которая должна быть. И также у нас есть вкладочка SDK, то есть на GitHub можете скачать в будущем, когда обновление, самую последнюю версию. Сейчас самая последняя версия, если я не ошибаюсь, 1.06. Сейчас мы с вами посмотрим. Да, вот, в принципе, 1.06. Вот ее и будете скачивать. Это, в принципе, основное, что нужно знать по установке ноды. Если вы все сделали правильно, давайте перейдем к следующей части. Это по руководству. Немножко пробежимся, посмотрим, что это такое. Как я уже и сказал, в основной сайте есть Mezen Network, то есть основная сеть ее также можно добавить в MetaMask. Но это мы сделаем потом, попозже. Что такое сеть Mezen? Стремится создать еще раз эффективный рынок в будущем. Пытается создать в крупнейшем мире рынок пропускной способности. Здесь пользователи смогут обменить свои неиспользуемые ресурсы с Mezen на токены. А те, кому нужна пропускная способность, будут переходить на рынок Mezen, чтобы занять эту способность в любой точке мира. Все это переходит с Web2 в Web3. Помимо этого, мы с вами посмотрим по информации о токене, то есть токеномике, как таковой. Ее еще нету, самого токена сейчас, тестнета, но инфа уже существует. Информация о токене, тикер токена Mezen TBD. Первоначальное снабжение будет в 100 миллионов штук. И тут также можете посмотреть распределение токенов. Сколько на что выделяется. На тестнет выделяется сейчас 1 миллион токенов, это 1%. Поэтому важно прямо сейчас, если вы поднимаете ноды, установить ее и в будущем получать награды. Соотношение посмотрим чуть дальше. План разблокировки токена вы также можете посмотреть. Эту документацию я оставлю в описании. Общая инфляция токенов будет снижаться. В первый год инфляция ставит 5% и каждый год снижаться будет на 0,5%. Помимо этого у нас есть тестнет, адрес контракта на эфириум ERC20. То есть это просто еще не настоящий токен, а тестнет. Вот. И последнее, что я хотел вам показать, это майнинг и вознаграждение. Сколько мы будем получать, как рассчитать в будущем, сколько настоящих токенов мы получим и так далее. Здесь показано, кто является наиболее подходящими майнерами. Но мы являемся, даже если у нас есть андроид. Предварительные условия. Тут все описано. И вот правила майнинга. Оценка майнинга состоит из нескольких пунктов. Это оценка пропускной способности вашего устройства. Умножающая на оценка хранилища в гигабайтах. И умножающая на рейтинг. В основном пропускная способность является наиболее важным сопутствующим фактором для Bandwich Score. А место для хранения необходимо для каширивания файлов. Поэтому, если вы, опять же, поднимаете все с Android, посмотрите, чтобы там было хотя бы 20 гигабайт в свободной памяти, чтобы в будущем все это перерастало в кэш и, так сказать, было место. Кроме того, постоянные стабильные серверы будут иметь более высокий кредит-скор. Что это такое? Кредит-скор, грубо говоря, если вы не отключаетесь от интернета, то есть ваша нода не отключается, а постоянно фоном работает, вы будете как сложный процент накапливать очки. Как только отключаетесь, постепенно они будут снижаться. Как только все доходит до 1 миллиона очков, если не ошибаюсь, это потолок. Поэтому, тут фишка в том, чтобы постоянно работало. Много не потребляет, сильно батарея не жрет, но все равно довольно-таки прикольно установить себе, маме, папе, соседу и своей собаке. Итак, кроме того, постоянные стабильные серверы будут, это я сказал, также будут некоторые корректировки вознаграждения для серверов. Тут показано, как будет влиять оценка пропускной способности, также оценка хранения. Здесь можете это все посмотреть. И минимальная потребность в хранении, это 20 гигабайт. Вот о чем говорил. Если ваш узел находится в режиме онлайн и стабилен, кредит будет постепенно увеличиться до максимального значения в 10 миллионов. Ошибся. Когда ваш узел переходит в автономный режим, то есть нерабочий, кредит будет постепенно уменьшаться до нуля. Все токены Тестнет будут сопоставлены с 1% токенов Майнет. То есть мы можем посмотреть, к примеру, сколько мы получим. Например, предположим, что всего будет 160 миллионов токенов Тестнет. У вас на этот момент накопилось 2 миллиона токенов Тестнет. Тогда вы получите 2 миллиона делим на 160, умножаем на 1 миллион. Получается 12500 токенов. Это уже настоящий, который залистится на бирже. И также здесь есть глоссарий и факт. То есть все вопросы, все ответы здесь есть. И последнее, что хотел сказать, это раунд финансирования. Собрано более 3,5 миллионов долларов на ситраунде. И видим, сколько различных фондов уже подключились к данной теме и ее поддерживают. Я считаю, что данную тему пропускать нельзя. Максимально фундаментальный проект лично для меня. Очень жаль, что посоветовали мне его в конце года. Хотя в 2021 году еще начался. Но я думаю, годик, полгода, год еще есть, чтобы насобирать токены и неплохо заработать. Поэтому обязательно регистрируйтесь. Обязательно готовьте свои кошельки к халвингу. Готовьте к 2024 году, когда все будет листиться, все будет хорошо взлетать. И мы все будем зарабатывать. Что думаете о проекте? Напишите в комментариях. Ставьте лайк. Сильно не бухайте на новом году. Всем пока.